Всем привет! В эфире мировые новости в студии Ксения Петренко. Сегодня я подготовила для вас обзор самых актуальных событий из разных уголков мира. Вначале коротко о главных темах этого дня. Между взрослыми и детьми есть разница. Дети меньше ростом и на их уровне загрязнение оседает сильнее. К тому же они дышат быстрее и успевают вдыхать больше загрязнителей. В крупных индийских городах невозможно дышать. Индекс качества воздуха говорит о сильной загазованности. И кроме проблем со здоровьем у детей, есть и ряд других проблем. Плохая видимость становится причиной массовых ДТП. Во Флориде прошел необычный дождь. На землю с деревьев попадали игуаны. Почему это произошло? В Аргентине местные жители после победы сборной страны по футболу на чемпионате мира атаковали тату-салоны. Вот что значит настоящая фанатская любовь. Несколько человек погибли в результате страшного ДТП, произошедшего в Испании. Смотрите подробности. Шесть человек погибли, еще несколько пострадали в результате падения пассажирского автобуса с моста в реку на северо-западе Испании. Трагедия произошла в канун Рождества в Галисии. На место происшествия прибыли спасатели, которые в тяжелых условиях пытались извлечь тела погибших и тех, кто остался в живых. Спасательные работы пришлось неоднократно останавливать из-за высокого уровня воды в реке и проливных дождей. В этой автомобильной катастрофе выжили только двое – водитель и пассажирка. Известно, что все, находившиеся в автобусе, возвращались из местной тюрьмы, где навещали близких. К другим темам в Индии ситуация с загазованностью воздуха становится невыносимой. Смог с понижением температуры воздуха окутал крупные индийские города, что вызывает нешуточное беспокойство родителей за своих детей. Качество воздуха в Нью-Дели продолжает оставаться на уровне очень плохой на фоне похолодания. При этом занятий в школах не отменяют. Родители говорят, что чувствуют беспомощность, не имея возможности защитить здоровье своих детей. «Мы очень беспокоимся. Воздух стал очень грязным, и мы беспомощны. Власти Дели делают недостаточно. На дорогах стоят разбрызгиватели воды, но этого мало». И такие проблемы в столице Индии каждую зиму. Холодная безветренная погода не позволяет рассеиваться автомобильным выбросом строительной пыли и дыму от сжигания стерни. У людей грязный воздух ежегодно провоцирует развитие астмы и других респираторных заболеваний. А дети уязвимы особенно. «Между взрослыми и детьми есть разница. Дети меньше ростом, и на их уровне загрязнение оседает сильнее. К тому же они дышат быстрее и успевают вдыхать больше загрязнителей. В-третьих, у них впереди ещё долгая жизнь. И если они будут долго дышать таким грязным воздухом, то у них разовьётся больше побочных эффектов. У них всё незрелое, включая лёгкие. Поэтому могут возникнуть аномалии». Холод и густой смог также вызывают аварии на дорогах. Это город Гаракпур. «ДТП случилось из-за тумана. Первая авария произошла в 6 утра, и машины продолжали сталкиваться до 8. Столкнулось 12-13 транспортных средств, включая три грузовика и автобус». Тем временем местные жители греются у костров. «Сегодня относительно холодно. Уже два дня. Согреваюсь у костра и одеваюсь потеплее». Погодная и экологическая обстановка должна улучшиться, когда на севере Индии потеплеет. Большой барьерный риф скоро только на контурных картах, да и в учебниках географии, будет называться большим. Вся беда в том, что из-за глобального потепления и воздействия человека кораллы погибают. Однако австралийские учёные пытаются остановить этот процесс. Как сейчас расскажем. Новый метод замораживания и хранения личинок кораллов опробовали в Австралии. Учёные из Института морских наук применили технологию крио-ячеек. Она поможет сохранить большой барьерный риф в условиях изменения климата. Личинки будут хранить при температуре минус 196 градусов по Цельсию. «Если мы сможем защитить или сохранить биоразнообразие кораллов и их генетическое разнообразие, тогда у нас будут инструменты для того, чтобы в будущем восстановить рифы. Эта технология будет поворотной». Учёные считают, что подобные крио-ячейки помогут в будущем создавать целые коралловые рифы. Сегодня им угрожает потепление Мирового океана. Из-за этого они подвергаются обесвечиванию и в итоге вымирают. Так, колонии полипов Большого барьерного рифа за последние семь лет пережили четыре волны обесцвечивания. «Нам нужно ускориться и действовать масштабнее, чтобы помочь рифу адаптироваться, сопротивляться и восстанавливаться после воздействия изменения климата. И тогда на помощь приходят такие инновационные проекты, как этот». При этом этот коралловый риф считается самым большим в мире. Он тянется вдоль северо-восточного побережья Австралии на 2500 километров. Он также считается самым большим в мире природным объектом, образованным живыми организмами. И его можно даже увидеть из космоса. А в Чили местный житель спасает пчел. Насекомые строят ульи там, где это делать не следовало бы. В итоге это грозит потери всего поголовья пчел. Что нужно, чтобы они и правильный мед делали, и никому не мешали, знают авторы следующего сюжета. Чилиец Анхель Ньета – слесарь, а заодно и пчеловод-любитель. Причём это увлечение теперь превратилось в серьёзную миссию. Анхель спасает пчёл в городе Винья-дель-Мар. Насекомые строят ульи в населённых районах и пригороде. Для людей такое соседство опасно. Пчёлам тоже вряд ли комфортно в окружении домов и дорог. Мужчина начал спасать насекомых в этом году. Первый вызов поступил от пожарных. «Мы спасаем пчёл, летающих в городе Винья-дель-Мар и его окрестностях. Нам звонят пожарные и сотрудники администрации просят помочь». Анхель перевозит пчёл в специальное место, отведённое для пасеки. «Это то пространство, которое у нас есть. Здесь пчёлам спокойно. Они свободны. Их не тревожат и не причиняют им вреда. Здесь их уважают». Примечательно то, что пчеловод не надевает ни шляпу с сеткой, ни перчатки. Он берёт ульи голыми руками и помещает их в деревянные пчелиные домики. Тем временем в штате Флорида, в США, прошёл необычный дождь. На землю падали не капли воды, а игуаны. Замёрзшие рептилии сыпались с деревьев, где они ползали после похолодания. Как только наступила неблагоприятная погода, существа выпали в анабиосы и повалились на зим. Явление это нередкое, бывает относительно часто, но внимание западной прессы привлекают регулярно. Эксперты говорят, как только немного потеплеет, игуаны проснутся. У вас низкая самооценка? Вы считаете, что друзья вас не замечают, а родные стыдятся? Идите лесом. В прямом смысле слова. Учёные провели исследования и пришли к весьма любопытным выводам. Как зимние прогулки влияют на психологию? Расскажем прямо сейчас. Прогулка по заснеженному лесу – приятный отдых на свежем воздухе. Но, как оказалось, польза на этом не заканчивается. Британские и польские психологи провели исследования и сделали интересные выводы. К эксперименту привлекли 87 женщин. Их задачей было погулять по лесу минут 40. Учёные проводили тесты до и после прогулки. Оказалось, что даже недолгое взаимодействие с зимней природой помогает повысить самооценку и стать терпимее к своим физическим недостаткам. Проще говоря, прогулка по заснеженному лесу сразу положительно повлияла на то, как человек воспринимает своё тело. Раньше учёные уже проверяли, как на человека воздействует природа летом, когда много зелени. Также исследования проводили во время прогулок на море и реке. А вот в зимних условиях экспериментов не было. Авторы исследования считают, что прогулки по зимнему лесу или парку особенно полезны для тех, кто постоянно на диете, либо принимает препараты для увеличения мышечной массы. Побыв среди снега, человек начинает лучше воспринимать своё тело. Также во время эксперимента выяснили, что прогулки в окружении зимней природы полезны, даже когда люди гуляют небольшими группами. То есть уединяться и ни с кем не общаться не обязательно. Психологи пока не проверили, как долго длится эффект от зимней прогулки. Сейчас они планируют выяснить, полезнее ли пребывание среди снега, чем отдых в летнем лесу или на воде. Поддерживаемая правительством Саудовской Аравии компания НИОМ сообщила о планах построить восьмиугольный плавучий город под названием Оксагон в Красном море. Город будет находиться на окраине НИОМа, гигантского умного мегаполиса, который планируется построить на северо-западе королевства. Предполагают, что он окажется в 33 раза больше Нью-Йорка. НИОМ – детище наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда Бан Салмана и флагманский проект его 13-летнего – плана по модернизации консервативного королевства и плановерного сокращения зависимости от нефти. Город будущего Оксагон станет крупнейшей плавучей структурой в мире. Однако главная особенность города в том, что все объекты на его территории будут работать на стопроцентной чистой энергии. Во сколько обойдется воплощение идей в жизнь, не сообщают. Строительство завершится в 2030 году. Два новых достижения отмечены в книге рекордов Гиннесса. И оба они связаны со скоростным поеданием пищи. За грамоты и строчку в книге боролись двое – американцы Ник Верри и Микки Суда. Эта голодная парочка решила поспорить и не только посостязаться друг с другом, но еще и стать знаменитыми. И в определенной степени им это удалось. Ник за три минуты съел 12 здоровенных хот-догов, а Микки поглотила буррито за 31,47 секунды. И напоследок. Совсем не на то подтолкнула победа сборной Аргентины по футболу, состоявшемся в Катаре чемпионате мира. Вместо того, чтобы толпы мужчин и женщин и детей ринулись в футбольные школы и вышли на стадионы погонять мяч, сотни аргентинцев пошли в тату-салоны. И в качестве татуировки накалывают изображение лидера футбольной сборной страны Леонели Месси. Говорят, что вскоре он завершит свою футбольную карьеру, но у настоящих фанатов он навсегда останется в сердце и, очевидно, на коже. На этом у меня на сегодня все. Следите за обновлениями в наших социальных сетях, YouTube и Telegram-каналах. Там есть много интересного. Адресай ссылки на ваших экранах. Ну а я, Ксения Петренко, прощаюсь. С вами увидимся. Редактор субтитров А.Семкин